Библию и бытие 2 главу И мы прочитаем Я хочу говорить сегодня на такую тему Которую я назвал Беря Взять ответственность за свою жизнь Взять ответственность Знаете, это важно Чтобы мы понимали, что мы несем ответственность за свою жизнь Потому что верующие им свойственно все переложить на Бога Или на церковь Но мы увидим некоторые вещи сегодня в Слове Божьем Которые показывают нам принципы, которые заложены от самого начала Знаете, бывает, что мы огорчены на Бога Ну, конечно, мы верующие, мы не говорим об этом Но я встречал людей в церкви Которые были много лет в церкви Потом они огорчались и говорили Ну, разные причины Ну, например, кто-то не женился Какая-то сестра, может быть, не вышла замуж Кто-то, может быть, не смог Будучи христианином Реализовать себя каким-то образом в жизни И не понимая Вот этих принципов, которые Бог заложил от самого начала Не понимая, что Именно верующему все возможно Богу все возможно Верующему все возможно Не понимая принципов Мы можем прожить свою христианскую жизнь Как бы мимо множества целей Которые Господь желал, чтобы мы достигли Поэтому в Бытие 2 глава Кто-то сказал, что 1 глава Бытия и 2 глава Бытия Это самые чистые главы в Библии До грехопадения И в этих главах отображена Воля Божья на все 100% Еще не было греха Слава Господу, что не было греха С самого начала Господь заложил вот эти основы Итак, прочитаем с 5 стиха И всякий полевой кустарник Которого еще не было на земле И всякую полевую траву Которая еще не росла Ибо Господь Бог Не посылал дождя на землю И не было человека Для возделывания земли Господь желает, чтобы мы были свободными Чтобы мы на самом деле были свободны От всякого рабства От всякой депрессии Вообще депрессия Это не очень хорошо В христиане должны быть свободны депрессии Разные причины Разные, точнее, поводы Для депрессии могут быть Все имеет свои причины Но депрессия Это всегда следствие определенных мыслей То есть мысли, которые человека мучают Которые человека гложет, угнетают И иногда Человек, который переживает депрессию Он не понимает, что именно причина мысли Но ты о чем-то думаешь Что-то тебя угнетает Что-то не дает тебе покоя И как результат Вот этих мыслей На душевном уровне Человек себя чувствует подавленным Его ничто не радует Он депрессии Поэтому И одна из причин Ну, как Может быть, не причины А одно из следствий Почему, может быть, не причины Это когда мы не удовлетворены в жизнь Ты с Богом У тебя были цели У тебя было видение Ну, хотя Может быть, и не было видений Может быть, кто-то не понимает Что видение необходимо и важно Ну, разочарование приходит Библия говорит, что Несбывшиеся надежды Что? Томят Да, сердце То есть, несбывшиеся надежды Итак, заметьте, что здесь сказано Что не было кустарника еще Не было дождя Господь не посылал еще дождя на землю Почему? Потому что не было человека Для возделывания земли То есть, этот момент Очень важно понимать Что Господь дает нам В нашу жизнь То Что мы готовы Возделывать То есть, что Он не дал дождя Чтобы все это Произросло Причем, потому что Не было человека Для возделывания земли То есть, когда Господь Что-то дает в нашу жизнь Это нуждается В возделывании Это нуждается В таком Внимательном Уходе Река для орошения рая И потом Разделялась на четыре реки Имя одной Эдемском Чтобы возделывать его И хранить его Итак Посмотрим На некоторых принципах Я уже сказал Которые неизменны Господь создал человека И ради человека Господь создал сад На земля Пустынна Написано Безвидна была И ради человека Господь создался И это показывает Что Господь Любит человека И это показывает Что Господь Желает Чтобы человек Был счастлив И когда написано Что многими скорбями Надлежит нам Войти в царство Божье Это не потому Что Господь Желает Чтобы Вот Знаете Да я приготовил вам Царство Но еще Приготовил вам Некоторые скорби Чтобы вы ощутили Вот этот Пул жизни Нет Это не Господь А потому что Есть фраг на земле Если бы Господь Хотел чтобы человек Испытывал такие скорби Трудности Понял жизнь Господь бы поселил бы Человека Где-то на северном полюсе Вначале Без всяких условий И сказал Ну давай Посмотрим Что у тебя получится Нет Господь создал Самое прекрасное Потому что Слово рай Переводится Или едем Слово едем Переводится Рай это сад А едем Переводится Как место Которое радует глаз То есть это было Шикарное Чудесное место И Заметьте Что Господь Специально Для человека Его создал Поэтому человек Не был создан Для страданий И Как я уже сказал Что вот Эти принципы Которые заложены В этих первых главах Они неизменны Тогда еще Человек имел Всю власть Над землей Дьявол не имел Власти И Господь создал Такие прекрасные Условия Для человека И его воля Неизменна Понятно Что из-за греха Мир поменялся Человек поменялся Но Божьи планы Из-за греха Не поменялись Поэтому Бог Не планировал Скорбей Бог планировал Благословение Для человека И поместил Золото туда Знаете Бывает такой вопрос Среди особенно Религиозных Христиан Не грех ли Носить украшения Ну так Господь Сам создал Золото Сам создал Драгоценные Камни Да Поэтому Это нормально То есть Он создал Сказал Адам Смотри Тут золото есть Тут камни Давай что-то Придумывай Что-то делай И Господь дал Адаму заповеди То есть Не было десяти заповедей Было две заповеди Это Возделывай этот сад И охраняй этот сад То есть Возделывай И охраняй Но так же Мы видим косвенно Что когда Господь Насадил рай Господь дал человеку Видение Он сказал Смотри Как я хочу Чтобы земля Выглядела То есть Бог может нам сказать Смотри Как я хочу Чтобы твоя жизнь Выглядит И мы иногда Так смотрим На свой опыт Ну как-то У меня ничего Не получилось Может быть Это воля Божья Нет Бог создал Идем И он сказал Распространяй Это по всей земле То есть Как образец То есть Три вещи Первая Это видение Видение Адам Как бы должен был Скопировать То что он видел Вьетнамском саду На все лицо земли Через возделывание И охрану того Что Господь Ему дал То есть Проповедь моя Называется Сегодня Возьми Ответственность За свою жизнь То есть Мы возьмем Эти принципы Сегодня Рассмотрим Значит Номер один Бог показал Адаму Как должна Выглядеть Земля На примере Едема Это есть Видение Или правильное Мышление То есть Слово Божье Показывает Нам Как Наша Жизнь Должна Выглядеть В Божьем Плане Это первое Что Господь Дал Адаму Это вот эту Наглядную Такую картину Вот Едемский сад Вот как я сделал Все прекрасно Сделай так Чтобы этот Едемский сад Распространился По всему Улицу земли Номер два Возделывать Землю Это Вера Потому что Через веру Вера без дел Мертва Праведник же Вер Видение Вера И Хранить Заповедь Хранителя Охранять Это власть Разобраться Со всеми Препятствиями То есть Трех таких Простых вещей Видение Вера Для того Чтобы делать И Власть Для того Чтобы охранять То что Бог дал От врага От змея Поэтому Адам Должен был иметь В разуме Вот это Видение сада Чтобы всю Землю Сделать Сада И именно Адам Должен был Это сделать То есть Заметьте что Бог Только часть Маленькую часть Земли О благороди Сделал Вот этот Едемский сад Но Ответственность Адама Заключалась в том Чтобы теперь Этот сад Распространить Через Постоянное Возделывание Этой земли Этой земли И конечно Здесь Это такая тема Где многие вещи Переплетаются Мы знаем Что земля Это также Наше сердце Семя Это также Слово Божие Через все Вот эти вещи Если Дух Святой Нам будет открывать Каким образом Мы можем увидеть Каким же образом Мы можем Сделать так Сделать так Чтобы наша Жизнь Стала Как Едемский сад Но прежде Это должно Начаться С сердца И с понимания Что Потому что Сегодня Христиане Очень часто Все что они делают Они просят У Бога Господь Дай мне это Сделай это Помоги в этом Но Господь Он общался С Адамом И Адам Общался с Господом Но не предусматривалось Чтобы Адам Просил Бога Чтобы Господь За него Распространял Этот Едемский сад Может быть Душа То есть Сегодня Покажет нам Что-то Потому что Хотелось бы Чтобы Господь Помог нам Чтобы Не было В нашей жизни Разочарований Чтобы не было Вот этих Вот Несбывшихся Ожиданий Из-за Непонимания Вот этих Основных Принципов Бог Желает Благословить Но Когда мы Видим Что-то Не то В нашей жизни Что-то То Что Невдовлетворенность Она приносит Мы думаем Ну вот Господь Мне пока что Не ответил Хотя Это мы Должны Сделать Мы можем Молиться Господь Дай мне жену Господь Дай мне мужа Господь Дай мне новый Автомобиль Господь Сделай Чтобы мои Родные Были Спасены Но Если мы Только Молимся То Мы Не Увидим В полноте Вот этих Богословений Ну Например Давайте Вот Рассмотрим Такую Грань Молитва Бог Бог Никого Не Спасает И Опять Так Если Мы Не Понимаем Вот эту Ответственность Мы Молимся За Некоторые Вещи Мы Молимся О Господь Спаси Моих Родных О Господь Спаси Благослови А что Писание Говорит Как Можно Спастись Если Нет Проповедующего И Мы Можем Всю Жизнь Молиться И Стоять На Обетовании Что Спасется Ты И Дом Твой Мы Господь Молимся За Наших Родных Но Если Ты Потом Не Пришел К Ним И Не Проповедовал Им Евангелие Они Не Могут Спастись Можно Молиться Господь Дай Мне Жену Дай Мне Мужа Но Если Ты Не Открыт Для Того Что Господь Тебе Подсказывает Потому Что Есть Определенные Принципы Поведения Общения И так Далее То Опять Таки Мы Будем Разочаровывать Поэтому Господь Дал Эту Ответность Адаму Что Адам Я Заповедую Тебя Чтобы Ты Возделывал Эту землю Которую Я тебе Даю Которую Тебя Доверяю И Чтобы Ты Охранял Он Дьявол И так Адам Должен Был Иметь Это Видение И Делать То Что Господь Ему Поручил Теперь Как бы К нашей Жизни Хочу Немножко Ну Немножко Такое Сделать Реальное Для Нас То Во-первых Как Это Приведить К нам Сегодня Бог Хочет Чтобы Мы Имели Видение На Свою Жизнь Бог Хочет И С Видения Все Начинается Мы Конечно Проповедуем О Видении Мы Говорим О Видении Но Если Сегодня Взять В церквях Христиан И Каждого Спросить Какое У Тебя Видение Основной Ответ Который Мы Услышим Ну Я Не Знаю Точно А Написано Что Без Видения Народ Не Опуст То Нет Видения Нет Целенаправленной Жизни То Видение Это Конкретика Чего Я Хочу То Что Я Хочу Чтобы Быть Частлив Что Что Меня Сделает Счастлив Кстати Счастье Это Не Просто Когда Ты Что Достиг И Спол Счастлив Счастье Это Процесс Но Если Мы Не Знаем Что Нам С Нашей Жизнью Делать Мы Не Можем Быть Счастлив У 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 И, кстати, неважно, кто здесь сегодня мы находимся, сколько нам лет, даже если, может быть, мы там потратили время, мы жили без видения, мы в чем-то разочарованы, возьми сегодня, запиши видение. Это надо потратить время, усилия, но это того стоит. Сколько бы нам сегодня лет не было, как мы хотим остаток нашей жизни прожить, чего мы хотим достичь, даже если кому-то 60 или 70 лет, должно быть видение. То есть, Адам имел это видение. Конечно, он проиграл, он упал, но это не важно сейчас. А важен вот этот принцип, что Господь желает, чтобы мы имели видение. Кто-то хочет выйти замуж, жениться, пусть это будет в твоем видении. Я, Господь, этого желаю. Я хочу иметь мужа, я хочу иметь жену, я хочу иметь бизнес, я хочу, Господь, иметь хорошую работу, я хочу иметь свой дом или свою квартиру, я хочу иметь такое-то служение. То есть, все это видение, без которого мы не сможем двигаться, потому что если у нас нет видения, мы просто не знаем, что нам делать, в каком направлении нам прилагать усилия. Например, если ты садишься в лодку, у тебя нет карты, у тебя нет компаса, ты просто можешь веслами тратить много времени, но ты даже не знаешь, куда ты плывешь, просто плывешь. И сегодня большинство, поверьте, большинство сегодня людей, они просто живут, кушают, живут, просто жизнь проходит, о чем-то борются, но если нет вот этой конкретики, что должно входить в видение? То, за что я готов платить цену. Какая цена? Да я хочу стремиться в этом направлении, я хочу меняться. То есть, я согласен меняться, Господь, я согласен что-то делать, я согласен работать для того, чтобы эту цель достичь. Это важно, потому что любой человек, любой служитель или неслужитель, не важно, любой христианин, он постоянно нуждается в изменении. То есть, ты постоянно видишь какое-то несоответствие в себе, что-то мешает тебе достичь твою цель. Но если нет цели, ты даже не имеешь понимания, в чем тебе поменяться, что тебе мешает. Но когда есть цель, Господь, я хочу достичь этой цели, что мне препятствует достичь? Что я не так делаю, Господь? Второй момент – это, имея видение, мы должны иметь веру, потому что, если мы имеем видение, но мы не имеем веры, мы никогда не поверим, что наше видение может стать реальностью. И вот тоже, это то, где многие упустили, то есть, они имеют видение или имели видение, но так как не имели веру на это видение, им казалось, что некоторые вещи просто неосуществимы, что это невозможно. А некоторые люди, они имеют желание, но они не верят, что эти желания могут реально осуществиться. Но Библия говорит, что все возможно Богу, и все возможно кому? Верующему, смотрите, верующему, все возможно. Бог настолько интересно создал человека, что даже неверующий человек без Бога многое может. Вот представьте, мы сегодня, для нас это естественно, что кто-то в космос летает, но когда-то это было нереально, и смотрите, кому-то, с чего все это началось, кому-то просто пришла мысль, что в космос полететь – это реально. Я иногда задумываюсь, насколько человек, к которому пришла такая мысль, он имел веру. Или мы сегодня пользуемся мобильными, там, сотовыми телефонами, мобильной связью. Мы даже не задумываемся, что когда-то это было в области фантастики. Но кому-то когда-то пришла мысль, вот это видение, что было бы хорошо. Вначале это был кабель, да, телефонный. Телефон, ну, и то по проводу как-то идет, как-то твой голос, да. Потом кто-то подумал, это неудобно, кабель, надо сделать, чтобы какие-то там волны. Мы даже не понимаем, как это работает. Или видеосигнал, мы сегодня можем смотреть телевидение, ты смотришь. И мы, это естественно, это нормально. Но 300 лет, 200 лет назад, это была фантастика. Но кто-то поверил. И сегодня, когда, знаете, мы даже стоим перед такими маленькими, маленькими целями в своей жизни. Насколько мы даже верим в эти небольшие вещи. Например, если бы сегодня ты сказал, Господи, я хочу купить новый автомобиль. Я хочу купить новую квартиру. И тебе пришло бы сразу тысяча мыслей, что это нереально. Посмотри на свою зарплату. Посмотри на свои возможности. Посмотри на это, посмотри на то. Но в твоем роде никто никогда не покупал квартиру. В твоем роде никто никогда не покупал новый автомобиль. И вот эти вещи, они сразу блокируют твою веру. Если ты не противостанешь этому. О, нет, Господь создал меня, и Он вложил в меня, потанциал. Я могу купить новую квартиру. Я могу купить новую квартиру. Я могу быть благословленным. Я могу ездить в отпуск. Я могу путешествовать по всему миру. А почему бы и нет? Поймите, что мы настраиваемся или на высокую жизнь, или на посредственную жизнь. Но все определяет в начале это видение. Кто-то думает, может быть, когда-то я куплю билеты, я съезжу в столицу нашей Родины Бинс. И для него такое видение. И он однажды исполнит это видение, но он будет потом огорчаться, что кто-то еще куда-то съездил. Кто-то еще куда-то съездил. А я не съездил. Он поставь видение. Запиши и скажи, Господь, я хочу поехать в отпуск. Каждый год хочу ездить в отпуск. Туда-то и туда-то. И тебе придут мысли, ну посмотри на свою зарплату, разве это возможно? А ты скажешь, это возможно. Это возможно. Потому что Господь мне поможет. Но теперь тебе нужна вера, чтобы поверить, что это реально. И вера, чтобы действовать в этом направлении. То есть, если ты просто просишь Господа, дай мне деньги на отпуск, дай мне деньги на отпуск. Конечно, я верю, что Господь по своей милости, Он будет открывать какие-то двери. Но опять-таки, насколько у тебя будет вера, войти в эти двери. Господь даст тебе идею. Возьми и сделай эту идею, ты заработаешь деньги. Друзья, вообще, я хотел бы, чтобы вы подумали, насколько мы открыты для новых идей. Насколько мы открыты для новых идей, чтобы Господь каждого из нас поднял на новый уровень. Вот если бы вы у меня сегодня спросили, вот так, если бы я с вами разговаривал, вы бы спросили, пастор, о чем ты больше всего жалеешь? Я бы вам честно сказал, о чем я больше всего жалею? Больше всего жалею я о множестве упущенных возможностей. Что я очень часто боялся рискнуть. Вот об этом я больше всего жалею. Что мне приходили идеи, мне приходили мысли, но я находил какие-то отговорки. Почему я это не сделаю? Или почему это сложно сделать? Я сейчас жалею об этом, потому что мне уже почти 50 лет. Но Господь недавно сказал мне, если ты только будешь об этом жалеть, о том, что ты упускал, ты упустишь и те, которые предоставятся. Поэтому я на данный момент начинаю немножко себя расширять. Почему бы и нет? То есть я начинаю думать о том, о чем раньше я не мог думать. Потому что традиции всякие, они влияли на мое мышление.